Добрый день, дорогие гости! Сегодня у нас презентация очень интересного проекта. Наш фестиваль, общероссийский фестиваль «Первозданная Россия», который самый путешествующий фестиваль, я сразу скажу, что он в 70 странах мира за прошлый год проживал, но не знаю, что в этом году будет. Все от вас зависит. Я думаю, что кто не знает, те увидят, что кроме фотографий здесь интересный кинофестиваль проходит «Природа на ладони» и «Разумный кинематограф» два, получается, кинофестиваля. Ну и, конечно же, изделия народных промыслов, мастер-классы. Сегодня у нас очень интересный проект, интересный автор, вот презентация этого проекта. Каждый из нас, конечно же, с горечью в горле порой проезжает мимо потерянных деревень. Это везде, это не только Подмосковье, это и Центральная Россия, это можно увидеть и в далекой Сибири. И вот фотограф наш, Алексей Карин, который действительно душой болеет за тему возрождения деревень. Вот он перед вами, Алексей Анатольевич. Можете поприветствовать его? Поднял эту тему, вот, и на самом деле, я думаю, что мы эту тему будем и дальше, ее серьезно доводить до всех граждан России, до общественности, до меценатов. Потому что тема восстановления потерянных деревень, тема восстановления потерянных храмов и приходов, она для первозданной России, она важна. Поэтому не случайно у нас здесь находятся представители Иерусской Православной Церкви, и здесь у нас находятся представители администрации, президенты, не просто представители, здесь у нас находится вместе с вами директор департамента по связям с религиозными организациями Еремин Евгений Владимирович. Здесь же находятся главные советы по этим вопросам администрации президента, Теретьев Александрович Александрович. Вот, я думаю, что здесь у нас как раз вот интересный разговор, мы призываем и вас тоже, в общем-то, здесь не просто, в общем-то, послушать, но мы ждем и диалога от вас в этом случае, потому что проблема важна. Ну что ж, наверное, что рассказывать, давайте начнем не вначале, хотелось бы просто буквально предоставить короткое совершенно слово руководителю департамента администрации президента по связям с религиозными организациями Евгению Владимировичу Еремину. Пожалуйста, Евгений Владимирович. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад вас приветствовать на такой замечательной выставке. Сама большая выставка привлекает внимание, так как я родился не в Москве, как я думаю большинство из вас, видел очень много замечательных мест воочию. И мне было очень приятно увидеть эти же замечательные места на фотографиях. Да, как я до администрации президента работал в правительстве, занимался регионами. Многие эти места я со своей семьей видел от Калининграда до Курильских островов. И, поверьте, ну, так же, как и многие из вас скажут, нет ничего прекраснее нашей родной страны, нашей родной земли. То, что касается небольшого замечательного проекта, который сегодня вам презентуют. Наша страна, Россия, была страной городов и страной деревень. Храм всегда был центром сельской жизни. Если не было в селе храма, это было заброшенное, покинутое село, небольшое, то, которое развивалось. И только когда появлялся храм, тогда это село получало новую жизнь и в последующем могло даже превратиться в город. К сожалению, вот храмов таких, которые, можно любоваться которым, но, к сожалению, еще нельзя там молиться, нельзя проводить службу, у нас очень много. С одной стороны, это печально, но с другой, это показывает, какой высокий уровень духовной культуры был у нашего народа. И поэтому мы можем только поприветствовать и пожелать успеха тем людям, которые своим трудом возрождают храмы в нашей стране. Храмы в небольших поселках, селах и деревнях. Таким людям должен быть почет и слава. Конечно, государство много делает для развития духовной жизни. Мы помогаем русской православной церкви, другим религиозным организациям нашей страны. Помогаем в сохранении тех памятников, которые являются памятниками федерального значения. Но так как государство светское, возрождение таких храмов, которые наиболее близки народу, это дело как раз тех людей, которые отдают себя, свои средства, свой труд для того, чтобы сохранить духовную память для народа, сделать в селе такой очаг духовной культуры. Я думаю, каждый из нас, не надеясь ни на государство, ни на большие организации, будет вносить свой вклад и брать пример с тех людей, которые своим трудом не только воссоздают, восстанавливают эти храмы, но показывают нам их прелесть и присылают нас к этому. Спасибо. Спасибо, Эмпир Владимирович. Спасибо. Ну, а сейчас мне хотелось бы, слово, предоставить автору. О себе он все расскажет этому и расскажет о своих замечательных фотографиях и успехах. Пожалуйста. Спасибо, Олег Евгеньевич. Добрый день всем присутствующим. Спасибо, что вы пришли. Сразу скажу, что я не являюсь профессиональным фотографом. Это не моя специальность, но, тем не менее, может быть, вы уже мои фотографии видели. Вы знаете, мне, как и большинству присутствующих здесь, а я вижу все-таки здесь больше, к сожалению, наверное, более старшего поколения, внушали, что бытие определяет сознание. Но, правда, это происходит до тех пор, пока сознание не начинает осознавать, что вообще-то бытие надо бы подменять. И вот в этот момент начинаешь смотреть и думать, а как же это все изменить и как это происходит. И вот этот проект, соответственно, он, собственно говоря, так и появился. Материалы для него собирались в течение более 10 лет. Здесь самые старые фотографии 2003 года, последние сняты летом 2014 года. В основном я фотографирую природу, но фотографирую природу и проезжая по многим местам, Подмосковье или там чуть дальше, Ярославская область, Тверская, там разные области. Всегда видишь, что едешь по дороге, вдруг видишь где-то вдали либо церковь, либо какая-то рощица стоит. И почти наверняка вы понимаете, что в этом месте должна быть деревня. Но, к сожалению, туда подъезжаешь, а кроме рощицы ничего нет. Есть рощицы, иногда храм, а больше уже ничего нет. И поэтому, собственно говоря, жители ушли, и наша могучая, первозданная Россия, первозданная природа потихонечку это поглощает. Я считаю, что фотография художественная — это вообще совершенно отдельный вид искусства, который должен через фотографию показать какую-то эмоцию. И надеюсь, что если эти фотографии вызвали в вас эмоцию, сострадание и желание хотя бы это сначала увидеть, самим съездить, посмотреть, а потом, ну, это уж совсем было бы сильно, если вы что-то для этого сделаете, ну, тогда я считаю, что достиг своего результата. Благодаря... И это мне помогало всегда фотографии. Соответственно, ну, здесь вот эта первая фотография, она является, на мой взгляд, такой основной, которая показывает, как я бы видел, что должны возрождаться наши деревья. Но дальше, соответственно, чем дальше от Москвы сейчас едешь, тем больше обнаруживаешь, что в основном это все-таки пустые места. И от некоторых деревень вообще остались только, даже уже не храмы и не рощи, а памятные кресты. Это наши с вами соотечественники обнаруживают такие ушедшие, исчезнувшие полностью деревни и ставят крест. То есть едешь в поле, и там стоит крест. Не думайте, что это кто-то здесь похоронен. Здесь исчезла деревня. А представьте себе, вот такая церковь. Или, пожалуйста, следующий слайд. Вот такая церковь. Ведь для того, чтобы построить эту церковь, нужно было огромное количество народа просто. Вы же... Это значит большие деньги, большое количество народу. И они все жили там. Сейчас их нет. Вот, например, эта церковь, это, соответственно, сейчас уточню, 811 года постройки. И в Ярославской области, и для нее деньги дал крестьянин. Вот крестьянин дал деньги на построку этой церкви. Вот этой церкви сейчас повезло. Рядом с ней проложили дорогу, и начали строить какой-то желатномоческий комплекс. Появились люди. Но церковь, скорее всего, не будет работать. Она вот 80 лет закрыта. Почему? Ну, потому что просто людей не хватит на все. Но, может быть, хотя бы приедут туда люди жить, и это место возродится. Представьте себе, вот, жить возле этой рощи, видеть это. На мой взгляд, это было бы очень интересно. Следующая, пожалуйста, фотография. Ну, как я сказал, я считаю, что фотография художественная, это отдельный совершенно вид искусства. И вот здесь мне невидимым образом повезло. Ну, здесь, конечно, можно привести какую-то мистику. Я ехал специально снимать церкви, и появилось очень редкое явление в наших краях летом. Головок. Это нормальное природное явление, один из видов радуги. Только обычно оно зимой у нас бывает. Многие, если будут смотреть на солнце, то ее увидят. Летом я ее, честно говоря, видел в сегодня раз в жизни. И увидел ее здесь. Но посмотрите, как она легла. То есть, если вспомнить наши иконы, да, теперь понятно, почему они так рисовались, почему вот этот мир. Это не выдумка, это правда, вот. Это снег там. На самом деле, это церковь 17 века. Деревянная построена без единого ввоздя. Только, к сожалению, несмотря на то, что она в деревне, но там, если внимательно посмотреться, внизу, видно деревеньку. Служба там проходит всего один раз в год. И ей повезло. День Святого Путя Льимона, кому посвящена эта церковь, там проходит служба. Но любой из вас, если принято, дает всего 6 километров от Ростова. По хорошей дороге, не надо ни куда пробираться, ничего. Попросит местных товарищей постучить в дверь. Ему покажут великолепный резной алтарь. 600-летние дубы, которым было 600 лет, когда их спиливали для того, чтобы строить эту церковь. Съездите, посмотрите. И, может быть, вы увидите даже более красиво, чем здесь. Дальше, пожалуйста, следующее. Фотография. Кроме того, мне очень хотелось найти в фотографиях, помимо того, как это выглядит, сейчас, ну, некое такое, все-таки, запустение, показать, как бы это могло выглядеть, если бы там жили люди. Ну, я думаю, все помнят, да, вот сразу область, вечера на хутере, да, без диканики. Вот смотрите, вот эта деревня, да, это хутерный диканька. Не буду даже называть, где это. Это дубинка такая, совсем глухая. Ясно, в другомстве. Ближайшее жилье, которое вы там видите, на вот это желтое, это фонари от деревни, которая, по-моему, 8 километров через лес. Непроходимая. Ну, вот представьте себе, вот там жить можно. Как вот было бы выглядело все у вас потом, если бы там жили люди. Но, к сожалению, здесь люди уже не живут. К сожалению, в селе осталось два дома, в которых только летом появляются люди. Зимой там никого нет. А на зиму даже, мы просто уезжаем, мы даже забираем с собой провода электрические для того, чтобы зимой кто-нибудь их без них не уехал. Пожалуйста, следующую фотографию. А вот, посмотрите, тоже хотелось передать что? Для чего я эту фотографию снимала? Даже не потому, как она сложена там снята, это отдельный вопрос. А вот так бы она выглядела, если бы там были бы люди. И в окнах был бы живой свет. Здесь, к сожалению, обратите внимание, береза, ей примерно лет 20, которая растет на крыше. Но крыша до сих пор жива. А эта церковь в 80 лет как закрыта. В ней сохранились крески. При том, что уже нет крыши. И я думаю, нет крыши. Ну, я и 15 лет эту церковь, так? А, думаю, уже лет 50 пришли. Там был склад. Кстати, этот церковь тоже построен на деньги местного мещанина. То есть, это люди, которым было интересно и которые вот вкладывали деньги вот в такое. И дальше, посмотрите, вокруг опять роща, опять церковь и никого. Там, я, конечно, можно пошутить, что там зимой гораздо более оживленное. Это там ладома-то пошелось, а зимой там огромное количество жителей. Там лосик, ванны, лисы, все, что хочешь. Продолжение следует...